Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илья Андреев, и сегодня у нас интервью с очень авторитетным бойцом Маратом Балаевым. Марат должен был выступить 27 марта на турнире ACA 106 в Санкт-Петербурге. Соперник – бразилец Леонардо Лимбердер. Однако турнир был перенесен на 21 августа. Причина – пандемия коронавируса. По словам Балаева, подготовка к поединку была ужасной из-за серьезной травмы. С такими повреждениями в клетку обычно не выходят. Но он собирался биться, ведь ему очень нужен этот бой. Марат рассказал нам, что за неприятность случилась с ним на тренировке, почему он готов рисковать здоровьем, а также высказался насчет коронавируса. Разумеется, у него есть свое неангажированное мнение. Ставим лайки, оставляем комментарии и подписываемся на Ушатайку. Приятного просмотра! Марат, расскажите, вы написали в Инстаграме, что подготовка была ужасной, как никогда. Можете, пожалуйста, поподробнее разъяснить? Ну, поподробнее. При первых или вторых спаррингах нормальных ударил колено. Я помню, что очень хорошо ударил. Колено в колено, короче, мы въехали. Я начал бить, и человек начал бить ногой, и въехал прямо в колено. Ну, короче, внутренняя связка колена не держала. Колено уходило внутрь. Такая была ситуация. Врачу сделали МРТ. Вот эти видео, то, что мы снимали, мы даже еще у врача не были. Врач нам сказал, который, кстати, Куку оперировал тоже. Татьяна оперировала. Вот он нам сказал приехать. И сделали МРТ пока. То есть все. Вот на видео. Я уже начал тренироваться, даже не знал еще, что с ногой мне. Но колено, я чувствую, колено гуляет. У меня уже такой случай был, где на правом колене менеск вырезан, там вывих был. И я знаю, что такое колено гуляет. Это значит связка по-любому. Если не оторвана полностью, то она частично, частичный надрыв. И то, что она болтается, это очень долго заживать будет. Уже понятно было, если что-нибудь не хуже. Ну, в итоге оказалось, что связка надорванная или что, короче. Частичный разрыв. Частичный разрыв, да? Поверхностный. Поверхностный. Ну, не в суть. Боковые связки, короче, внутренние. И пришлось так работать. Сколько получается при такой травме вы работали? Полтора месяца. Ну, борьбу мы исключили сразу. Работа и тут неудобная. С тутером на прямой левой ноге, короче. Работали по лапам, по груши и кроссфиты. Все, что я делал, больше я ничего не могу делать. Не было мыслей, хотя, наверное, наверняка были, что надо сниматься с боя. У меня не было, у людей были, был человек. Машечка, что было, да? У меня не было. Не, ну, конечно, начали смотришь. Что делать? Посмотрели там, ну. Изначально просто мысль была такая, что это крестообразный. И это очень, я был напряженный. В это время эти крестообразные, это очень сложно. Когда мы узнал, что крестообразное все на месте, я был рад и готов был так выскочить. Но нога не держалась. Я понимал, что соперником можно будет побороться там. И побоксировать можно будет. Ну, левая нога впереди. Ну, если вдруг что, я и левшу, короче, подтягивал. Из-за этого. После того, как я узнал, что крестообразное нормально все, я сразу решил, что едем дальше. Ну, слушайте, ну, это же ведь такой риск. Потому что я помню, у вас же ведь есть видео в Инстаграме, где вы работаете по лапам. И вы там падаете, и там вам прям видно, что вам очень больно. Ну, то есть, если же во время боя могло бы случиться что-то еще похуже, очевидно. Очень больно это не от меня из-за ноги в ней, а из-за того, что Али Хазанов там, или я на груши, очень сильно загоняют. Мне больно от усталости. Все понятно. А я тоже думаю, что это самое, у вас там что-то заболело. Нет, нога, она же в туторе, она заморожена, она не двигается у меня. И вот так я работаю. То есть, у меня удобства какие-то. Техника меняется, само собой, от этого. Все, у Кукова он там еще умудрялся делать ролики, снимая меня по пояс. И потом люди говорят, а как, он же бил вот по лапам. Я говорю, вот именно так не идеально, потому что я не видел, что внутри одна нога замороженная, я вот так бил. Да работали, что, разгонялись. Когда сильно захочешь, что-нибудь придумаешь. Разгонялись, что, очень долго по грушам, со взрывами на лапах при большой скорости, с таким кутером, а что делать. Ну, уходы как-то неудобно, уклоны сделать. Ну, подзависал где-то что-то. Ну, в основном руки все равно работали. И разгонялись, большой объем выполняли, разгонялись. Я понимал, что подвижности я лишен, и мне придется побороться. Если не получится, план Б должен был прямо просто принимать рубку, как вот за Молдаевым, прямо ближнего боя, и, как говорится, ломать его. Другого варианта там нет. Из-за этого я очень сильно разгонялся на боксе, на ударах руками, чтобы ломать. Вот, слушайте, ну, обычно после этих травм бойцы, они снимаются с боев или нет? Ну, обычно, да. Обычно снимаются. Я просто слышал, даже пальцы там вывихнул на руке, снялся там, такие моменты. Обычно снимаются. Но есть, конечно, безбашенные, такие, как Петр Ян, который с хорованной, крестообразной пошел биться. А так в основном снимаются, конечно. У меня подготовки там, я помню. У меня что-то со спиной, я еле хожу, один со спиной снялся. Потом, слушай, пальцы два вывихнут. Я думал, ну, нафиг, пальцы два вывихнут. Как раз я с поломанной ногой отбился пять раундов. И после этого смешно было слышать, палец вывихнут. Прикольно. Ну, вот смотрите, теперь бой перенесен на 21 августа. Учитывая, что у вас была данная травма. Это хорошо для вас или все-таки нет? Потому что я вижу, что у вас было рвение выступить именно на питерском турнире, который в марте. Нет, ситуация какая. Я только отбился бой, и расписания на следующий год не было. И я отдыхал, кайфовал, отдыхал, зависал. Думаю, все нормально. И потом раз, расписание, и в марте. И мне говорят, ну, что, титулик. Я говорю, титулик, давай. Ну, мало времени оставалось. Ну, давай. Что делать? От титуликов не отказываются. Потом что-то, 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 что-то. И, короче, это... Не получается титулик. Я говорю, ну, давай, что получается, что делать. Потому что в Питере турнир, конечно, без меня можно ее провести, но со мной интереснее будет. И у меня даже мысли не было отказываться, чтобы организацию не подводить. Они же в Питере делают ставку на меня, чтобы я присутствовал. И им легче турнир проводить, на ростах собрать. Из-за этого я решил, для организации нужно, значит, будем выступать. Ну, то есть, тут не тот вопрос, что просто нужно было прям, во что бы то ни стало, на бой выйти. Чтобы там условно взять гонорар. Не, на бой нужно было выйти, потому что у меня какие-то финансовые задолженности, из-за чего я бьюсь. Там, если кто-то рассказывает, что он бьется, чтобы молодежь привлекать, чтобы они там... Понятно. Ну, в основном я бьюсь для того, чтобы кормить свою семью, своих близких, родственников, чтобы уплачивать кредиты, которые висят на мне. Из-за этого я бьюсь. И я знал, я уверен был, что я его выиграю. Я выходил туда, не проигрывал. Я очень серьезно готовился. Этим я обидно, что так получилось. Я серьезно готовился. Я серьезно хотел досрочно закончить бой. Желательно сделать красивый нокаут. Я под это готовил руки свои. Все, или задушить, или, если что, если бой в стойке продолжится, борьба не покатит. Или у меня, почувствуя, что я на руках нормально могу выклеснуть его, то я готовился нокаутировать его. Я был уверен. Зачем мне ждать августа? Я сейчас бы нокаутировал его. И в августе, или где-то в сентябре сделал бы бой. Или в августе сделал бы еще один бой. Ну, навряд ли лучше. Скорее всего, лето отдохнул бы, и уже в августе начал бы. Где-то в сентябре, в октябре, может, в сентябре сделал. И в декабре, я думаю, что в Питере сделал бы бой. Мне чем больше, тем лучше. Лишь бы здоровье моё тянул. Ну, в общем, грубо говоря, можно ли сказать, что коронавирус продлил вашу карьеру на полгода, но учитывая этот перенос? Коронавирус отобрал у меня сейчас огромные деньги, которые я должен был за бой получить. Еще, причем, подготовка вся уже закончилась. И причем еще уже я согнал 8 килограмм. То есть прямо на финише, раз я ее забрал, вытащил эти деньги у меня со рта, как говорится, кусок хлеба. Но я не ною, стараюсь не ныть, потому что, ну, я делаю вид такой, знаю, что все нормально, оттуда-сюда, но я знаю, что и знаю, что нечего ныть, потому что весь мир в такой ситуации, люди огромные деньги потеряли, там, бизнесмены там, свой бизнес потеряли, там, еще что-то. Похоже ситуации, есть люди умерли, есть летальные исходы. Из-за этого я стараюсь не ныть, не мямить, что там, и так люди груженные все. Сейчас еще я буду по интернету, о, отмени, там, отменили, бой, кому это интересно? У людей там похожие ситуации. Но за собой стараюсь следить, потому что такие ситуации, когда ты очень сильно выложился, а потом в итоге бой не получился, это может привести к такому, что ты незаметно можешь съехать. Как мне написал один человек в комментарии, смотри, не запухай, главное, до августа, знаешь. Из-за этого я стараюсь за собой, я стараюсь за собой следить, но очень сложно, потому что рассчитываешь на одно, а потом раз, и как бы деньги мимо пролетели, и эту ситуацию как-то подвешивать, ну, ничего страшного. Лишь бы вот это закончилось до августа хотя бы, а то хрен, не знаю, во что это выльется. Я думаю, что по экономике России тоже уже вдарило, я думаю, еще и вдарит, и последствий политических не было даже из-за этого всего, потому что больше на дно и на дно идем. А вы так тщательно следите, ну, там, знаете, там, допустим, есть люди, которые постоянно обновляют вот эту вот карту заражения коронавирусом в России и во всем мире, или вы особо уж прям досконально не заворачиваетесь? Я не знаю, ну, так, интересуюсь, но я ни за чем не слежу, потому что я думаю, что нормальной информации все равно в России нету, замалчивается много, что из этого я говорю, а что следить, я не знаю, зачем. Вот то, что там в Финляндии посчитают, то, что в Италии считают, то, что в Германии, они делают пробы, там, из этого делают выводы какие-то у нас, кто какие-то пробы делает, там говорят какие-то реактивы, я даже слово, почему, что за реактивы не знаю, да, даже реактивы, говорят, коронавирус, человек, откуда мы знаем статистику, кто болен, сколько больных людей, сколько не больных людей у нас, то есть их херня, никто ничего не знает, никому ничего не надо, и врачам прям, я слышал, как врачи говорят, нам, нас, говорят, не погладят по голове, если мы информацию все будем говорить, скрывается все. Ага, ну, в общем. Ну, я не думаю, что такая прям ситуация, что нужно паниковать, там, бежать куда-то. Во-первых, что суждено, то и будет, да, но так предохраняемся, да, вон, спиртовые, эти у нас, шиколки всякие, там, эти, там, спиртовые, стараемся гигиену держать, то есть, что, ну, что сделать, что-то. Вы у себя в зале запретили рукопожатие? А как можно запретить рукопожатие? Ну, как это пыталось здесь, ну, допустим, просто предложить там привет. Не, ну, я запретил ему в зале рукопожатие, он выйдет из зала, все равно рукопожатие, ну, что я бы в зале, как этот Штырлиц сидит, я им говорю, вот так, вот так, мы им объявление делали, что если вдруг появилось что-то для него, пока до конца не вылечитесь, не приходите, непонятно же, простой грипп коронавируса, что, да, так, вы пока не вылечитесь, не приходите сюда, следите за собой, ну, это объявление всегда даем в своих группах, кто занимается у нас, а так за всем него следишь, все равно. Пока нормально, просто пока нормально, а там дальше видно, посмотрим, что будет. Пока нормально, я думаю, что дело к лету, я думаю, что должна ситуация наладиться к лету ближе. Пока нормально, я не вижу, я лично вот своими глазами не видел больного коронавируса, я своими глазами не видел. Скажите, этот же бой, он должен быть у вас первым по новому контракту, я же правильно понимаю, или? Нет, у меня, я до Брондау уже подписал, до Брондау я выходил уже с новым контрактом. А, вот оно как, понял. Но по этому бою этот гонорар, он должен был быть самым высотим в вашей карьере? Получается, да. Какая сумма, или это коммерческая тайна? Нет, это мы сказать не можем, сказать не можем, по независящим от нас обстоятельствам. Да, это не можем. Вот именно, что эти денежки сейчас мимо пролетели. Вопрос, который вам, наверное, просто постоянно задают, сколько вы еще будете выступать, Марат? Я не знаю. Я не знаю, это вот сейчас, у меня два боя осталось на себе, да я сейчас отобьюсь, один бой, потом там второй. Потом смотря, откуда предложения у меня будут, какие предложения у меня будут, смотря, как у меня здоровье покажет себя вот во время этих двоих боев, я буду делать выводы и смотреть, потому что размениваться на мелочь точно я не буду. Я на мелочь размениваться не буду, потому что здоровье страдает нехило так. Для этого простые игры я играть не буду. Как Ромеро тут заявил, что собирается до 52, что ли, выступать, чтобы побить рекорд Бернарда Хоптинса. Что ж, друзья, на этом все. Благодарим за внимание. Если видео понравилось, ставим лайк и подписываемся на Ушатайку. Ну а напоследок мотивирующая речь Марата Балаева для всех тех, кто сильно переживает из-за коронавируса. И всем держаться, коронавирус все равно уплывет, никуда не денется, главное держаться и это время переждать. Все будет хорошо.